Всем привет, с вами Apple Team. Добро пожаловать на канал и новых пользователей iPhone становится достаточно много. Если это ваш первый iPhone, при первой настройке вы можете поставить длинный пароль и через время люди его забывают. На самом-то деле это частая и распространенная проблема, как же вернуть iPhone к жизни и продолжить его использование. Также, если вы хотите продать ваш iPhone, с него нужно удалить ваши данные, включая Apple ID. Как это тоже сделать? В этом видео хочу показать вам приложение, которое называется iPhone Unlocker, и эта программа позволит решить эти проблемы. Буду рад, если вы поддержите видео пальцем вверх, также подпишитесь на канал. И давайте посмотрим, как работает программа. На официальном сайте вы можете загрузить приложение и подробно ознакомиться, с чем конкретно работает программа. Она есть на Windows или на Mac, то есть можете просто переключить под нужную версию операционной системы и загрузить данную программу. На сайте описывается сценарий использования данной программы и то, с чем оно может поможет вам справиться. Так что просто загружаете под вашу ОС данное приложение и дальше запускаете. Здесь мы видим следующие кнопки. Unlock Apple ID. Полезно при перепродаже устройства, чтобы ваши учетки там не осталось. Или если ваша Apple ID работает как-то неправильно, кнопка поможет решить данную ситуацию. Дальше имеется Unlock iOS Screen. То есть это та ситуация, когда вы забыли ваш пароль на экране блокировки и пытаетесь получить доступ к устройству. Приложение позволит это сделать. Также, если вы используете экранное время и, например, поставили пароль и не помните, приложение может удалить пароль экранного времени с вашего устройства и удалить удаленное управление. Это будет все для магазинов и людей, которые покупают устройства на БУ-рынке, сталкиваясь с какими-то проблемами. Давайте посмотрим, например, если наш Apple ID работает как-то не так или нам его нужно быстро стереть с нашего iPhone, чтобы там и следа не осталось. Попробуем Unlock Apple ID. Тут нужно подключить наше устройство к компьютеру и дальше мы видим экран подтверждения. Вы должны понимать, что ваш контент удалится с устройства и также не нужно отключать iPhone от компьютера во время процесса. Нажимаем на кнопку Start. После этого вы видите, что устройство распознается. Распознается версия iOS, которая доступна. Нажимаете на кнопку Download и начинается скачивание прошивки. Оно займет какое-то время и дальше начнется процесс Unlock. То есть система переустанавливается и Apple ID там уже не будет и можно, например, перепродавать устройство. Еще один пример работы приложения это ситуация, когда вы забыли пароль на экране блокировки. То есть вот вы его не помните и не можете попасть в устройство. В приложении вам нужна кнопка, которая называется Unlock iOS Screen. Поэтому нажимаете на нее, точно так же подключаете iPhone к вашему компьютеру, ставите галочку внизу и нажимаете на кнопку Start. iPhone распознается внутри приложения. Точно так же вы видите последнюю версию iOS, которая доступна и актуальна. Нажимаете на Download и начинается точно так же загрузка прошивки iOS. Дальше будет кнопка Unlock. Нажимаете на нее и начнется процесс Unlock. Точно так же система переустанавливается. Если вы нажимаете на кнопку Done, у вас на iPhone белый экран настройки и вам просто нужно настроить ваше устройство для того, чтобы дальше его использовать. И пароля при этом не будет. Обязательно его сделайте и обязательно запомните, чтобы больше не делать такие операции, используя подобные программы. В общем, приложение позволяет решить самые распространенные ошибки, которые можно допустить, если вы новый пользователь iPhone. В описании к видео я оставлю ссылку на вот этот сайт. Отсюда вы можете загрузить приложение под вашу операционную систему, будь то Mac или Windows. В общем, все полезные ссылки будут в описании. На этом все, ребят. Если у вас есть какие-то проблемы, пишите. Я постараюсь ответить вам в комментариях и помочь. Также буду рад, если вы поддержите видео пальцем вверх. Это крутая поддержка. Подписывайтесь на канал. Спасибо за просмотр. Пока.